Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема сегодняшней лекции – вывод знаний из экспертных систем. По плану рассмотрим следующие вопросы. Экспертная оценка как процесс измерения, метод ранжирования, метод сравнения пар, метод прямой оценки. Роль эксперта в управлении – основные трудности, связанные с информацией, возникающей при выработке сложных решений. Первое. Исходная статистическая информация зачастую бывает недостаточно достоверной. Некоторая часть информации имеет качественный характер и не поддается количественной оценке. В процессе подготовки решений часто возникают ситуации, когда, в принципе, необходимо информацию получить можно, однако в момент принятия решения она отсутствует, поскольку это связано с большими затратами времени или средств. Существует большая группа факторов, которые могут повлиять на реализацию решений в будущем, но их нельзя достаточно предсказать. Любая научная или техническая идея содержит в себе потенциальную возможность различных схем в реализации, а любое экономическое действие может приводить к многочисленным исходам. В шестих при выборе наибольшее решение мы редко сталкиваемся с многозначностью обобщенного критерия, на основе которого можно проявить все сравнения в одном исходе. Метод экспертных оценок. Сущность метода экспертных оценок заключается в проведении экспертами интуитивно-логического анализа проблемы с количественной оценкой суждений и формальной обработкой результатов. Получаемый в результате обработки обобщенное мнение экспертов занимается как решение проблемы. В процессе управления эксперта производят две основные принципы. Формируют объекты. Это может быть альтернативные ситуации, цели, решения и т.п. Второе – производят измерения из их характеристик, вероятность совершения событий, коэффициентность значимости цели, перепрещения и т.п. Область применения метод экспертных оценок. Составление перечня возможных событий в различных областях за определенный промежуток времени. Определение наиболее вероятных интервалов времени в совершении совокупности событий. Определение целей и задач управления с упорядочением их по степени важности. Определение альтернативных вариантов решения задач с оценкой их предпочтениями. альтернативное распределение ресурсов для решения задач с оценкой их предпочтительности, альтернативные варианты принятия решений в определенной ситуации с оценкой их предпочтительности, разновидности метода экспертного оценки, анкетирование, интервьюирование, мозговой шторм, дискуссии, совещания, оперативная игра, сценарий, метод ДЛП, организация экспертного оценивания, подготовка и издание руководящего документа, формулировка целей основных положений работы. 2. Назначение руководителя экспертизы, 3. Формирование рабочей группы, 4. Разработка организации и точки проведения опроса, 5. Проведение опроса, 6. Обработка результата. Подбор экспертов, формирование системы характеристик эксперта, организация процедуры подбора экспертов, составление списка возможных экспертов, выборы из них экспертной комиссии в соответствии с компетентностью кандидатов, опросы экспертов, опрос главный этап совместной работы группы управления экспертов, основным содержанием опроса является постановка задач и предъявление вопросов экспертам, информационное обеспечение работы экспертов, выработка экспертов и суждение оценок предложений, сбор результатов работы экспертов. Можно назвать три типа задач, которые решаются в процессе опроса. Оценка качественных или количественных заданных объектов, построение новых объектов, построение и оценка новых объектов. Формализация информации из шкалы в сравнении. Фактор – это множество состоящих, по крайней мере, из двух элементов, отражающих различные уровни некоторых подлежащих рассмотрению величин. Факторы могут быть количественные, качественные, дискретные и непрерывные. Номинальные шкалы. При использовании номинальных шкал исследуемые объекты можно опознавать и различать на основе трех аксем идентификаций. Первый. И либо есть G, либо есть нет G. Если И есть G, то G есть. И есть И есть G. G есть К, то И есть К. Факторы в данном случае выступают как ассептивные показатели, обладающие информацией, которая может быть формализована в виде бинарных оценок двух уровней. Один идентичен и ноль различен. В случаях, когда исследуем объекты, можно в результате сравнения расположить в определенной последовательности с учетом какого-либо существенного фактора, используются порядковые шкалы. Предположим, что необходимо расположить в определенном количестве объектов по какому-либо фактору представить это приотечание в виде матрицы А, где И и G от 1 до n. Величина устанавливается в соотношении между объектами и могут быть определены следующим образом. А и G, то равно 1, если И предпочтительный G. Минус 1, если G предпочтительный И. И 0, если И и G равноценны. Для формализации оценок, полученных от экспертов, часто используются интервальные шкалы. При использовании таких шкал для этих целей можно брать почти все обычные статические меры. Исключением являются те меры, которые предполагают знание истинно нулевой точки шкалы, которая вводится здесь условно. Интервальный шкал предполагает возможность трансформации оценок, полученных на одной шкале, в оценке на другой шкале при помощи уравнений X равно AX плюс B. В ряде случаев при формализации экспертных оценок используются свойства аддативности, которые присущи только шкале отношений. Наличие аддативности выражается следующими аксиомами. Если G равно A и I больше 0, то I плюс G больше I, I плюс G равно G плюс B. Если I равно A и G равно B, то G плюс G равно A плюс B. G плюс K плюс G плюс I плюс K равно I плюс G плюс K. В работе экспертных оценок зависимости от цели экспертного оценения и выбранного метода измерения. При разработке результата вопроса возникают следующие основные задачи. Построение обобщенной оценки объектов на основе индивидуальных оценок экспертов. Построение обобщенной оценки на основе парного сравнения объектов к каждым экспертом. Определение относительных весов объектов. Определение согласованности мнения экспертов. Определение зависимости между ранжировками. Оценка надежности результатов обработки. Групповая оценка объекта. Пусть М эксперты произвели оценку Н объекта по L показателям и результаты оценки представлены в виде причин G, номер эксперта и номер объекта, H, номер показатель сравнения. Если оценка объекта произведена методом ранжирования, то величины представляют собой ранги. Если оценка объекта выполнена методом непосредственной оценки или методом последовательного сравнения, то величины представляют собой числа из некоторого отрезка числовой оси или балла, а обработка результатов оценки существенно зависит от рассмотренных методов измерения. Коэффициенты компетентности эксперта можно вычислить по опостерерным данным, то есть по развитию оценки объектов. Основной идеей этого вычисления является предположение о том, что компетентность эксперта должна оцениваться по степени согласованности их оценок с групповой оценкой объекта. При ранжировании объекта эксперт обычно расходится в обмениях по решаемой проблеме. В зависимости от сети возникает необходимость количественной оценки степени согласия экспертов. Получение количественной меры согласованности имения экспертов подавляет более обоснованно интерпретировать причины в расхождении объектов. В настоящее время известны две меры согласованности имения группы экспертов дисперсионной энтропии и эффекциенты конкредитации. Обработка парных сравнений. При решении задачи оценка большого числа объектов возникают трудности психологического характера, обусловленные восприятием эксперта и множеством свойств объектов. Востекает вопрос, каким образом получить оценку всей совокупности объектов на основе результатов парного сравнения, не накладывая условия транзитивности. Пусть 7 экспертов производят оценку всех пар объектов, а числовую оценку R и GT равно 1, если OLT больше OGT, 0,5, если OLT бесконечно OGT и 0,0, если OLT меньше OGT. Определение взаимосвязи ранжеров. При обработке результатов ранжеров могут возникнуть задачи определения зависимости между ранжеровками двух экспертов, связи между достижением двух различных целей при решении одной и той же совокупности проблем или взаимосвязи между двумя и общими другими. В этих случаях меры взаимосвязи может служить коэффициент ранговой корреляции. Характеристика взаимосвязи множества ранжеров или целей будут являться матрицей коэффициентов ранговой корреляции. Известны коэффициенты ранговой корреляции Спирмана и Кэндалла. Коэффициент ранговой корреляции Спирмана определяется следующим форматом, где К12 – взаимная корреляция на момент 1-2 ранжеров, Т1 и Т2 – дисперсии этих ранжеров. Сравнительная оценка коэффициентов ранговой корреляции Спирмана и Кэндалла показывает, что вычисление коэффициентов Спирмана производится более простое. Кроме того, коэффициент Спирмана дает более точный результат, поскольку он является оптимальным по критерию минимума среднего квадрата. Ошибки оценкой коэффициента корреляции. Отсюда следует, что при практических расчетах корреляционной зависимости и ранжеров предпочитательное использовать коэффициент ранговой корреляции Спирмана. Спасибо за внимание.